Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Сегодня Нурлан Нигматуллин, руководитель администрации президента, представил на собрании актива региона Нового Акима области. Международный форум по освоению метана из угольных пластов. В Караганде начинается борьба за абитуриента. Сегодня на собрании актива области представили нового Акима Карагандинского региона. Им стал Нурмухамбет Абдебеков. Кандидатура Нурмухамбета Абдебекова согласована с депутатами. Сегодня, 20 июня, в ходе собрания актива нашего региона, его представил Нурлан Нигматуллин. Он специально для этого приехал в Караганду. Уважаемые участники актива, уважаемые депутаты, сегодня мы прибыли в Карагандинскую область по прямому поручению президента страны, Нурсултана Абишевича Назарбаева, в области смены руководства. Абдешев Бауржан Третьевич обратился к главе государства с просьбой освободить его от занимаемой должности. В связи с этим президент принял решение и своим указом освободил Абдешева Бауржан Третьевича от занимаемой должности Акима Карагандинской области. В связи с этим глава государства в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан с согласия областного маслехата назначил Акимом Карагандинской области Абдебекова Нурмухаммеда Канапевича. Нурмухаммед Канапевич Абдебеков родился 21 декабря 1961 года в городе Аркалыг Кастанайской области. Закончил Московский горный институт, специальность горный инженер, кандидат технических наук. Работал в структуре Акиматов Актюбинской и Атыраусской областей. Был заместителем председателя правления АО НКСПК Батыс, председателем комитета промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, вице-министром индустрии и новых технологий Республики Казахстан Акимом Актюбе. С февраля 2012 года и до последнего момента был первым заместителем Акима Актюбинской области. Он сменил на посту Бауржана Абдешева, который проработал в должности Акима Каргадийской области с января 2013 года. Мы уверены, что новый Аким совместно с Актюбинской области, с Акимами городов, районов, с депутатским корпусом сможет реализовать задачи, поставленные президентом страны Мурсултаном Абдешевичем Назарбаевым. Какую должность займет Бауржан Абдешев, пока неизвестно. Жители улицы Гапеева уже несколько лет просят местных властей о детской площадке. Они обращались в суд, в Акимат, но за это время им поставили только одну скамейку. Дворы на этой улице, как и многие остальные, в плохом состоянии. Горки и качели стоят с 1986 года. Долгожители. Пять лет назад, из-за того, что нет ни дорожных знаков, ни ограждений, во двор въехал грузовик и погнул железный турник, который ни отремонтировать, ни снести не могут. В каждом подъезде меньше 40 квартир. Хорошо, она 4 года писала, эта женщина, привезли одну скамеечку. Ну, наверное, очередь будем создавать, чтобы кому-то сесть. Единственная радость была, когда во двор привезли новую скамейку. Теперь жители в шутку говорят, что будут занимать очередь, чтобы посидеть на лавочке. Девочки во дворе играют в пионербол через сушилки для белья. Я председатель КСКА из Гопеева 7-9. У меня такие большие дворы. Вот каждый год я хожу в Акимат и прошу, сделайте для детей какое-то хотя бы мини-маленькое зеленое поле. У меня вот где Гопеева 7, там можно сделать. Здесь вот тоже вот, ведь можно маленькое зеленое поле сделать. Вот смотрите, вот дети стоят, им хочется в мячики играть, и бабушки хотят сидеть. А им сидеть некуда. Ну, можно же огородить что-то и сделать. Каждый год прошу, никогда ничего мне не обещают и не говорят. Дети хотят играть в футбол, но так как мало места, и во дворе, где гуляют и взрослые, и дети, были случаи, когда мячом попадали в сидящих на новой лавочке бабушек. Из-за этого детям запретили играть на площадке. Мы играем в футбол, здесь даже нет ограждений, бабушки нам не разрешают забирать мячи. Раньше, где была спортивная площадка, дети летом играли в футбол, зимой катались на коньках. Теперь на этом месте автостоянка. Где им играть теперь? Для такого большого дома игровая площадка очень маленькая. И практически не оборудованная, жалуются жильцы. Лариса Хусейнова, Айдын Жакан, Юрнур Жамарт, Первый Карагандинский. На протяжении четырех лет в коттеджном поселке Муканово не могут заменить канализационную трубу. Еще при строительстве была допущена ошибка. Канализация течет в подвалы. Невыносимый запах окружила весь дом и улицу. Все подробности далее. Уже несколько лет к ряду канализационная насосная станция в коттеджном поселке Муканово требует ремонта. Из-за этого около домов стоит зловоние, а подвалы залиты источными водами. Жильцы бьют тревогу. Люди жалуются, что не могут открыть форточку и проветрить комнаты. Прямо под их окнами образовалось озеро из канализационных отходов. Экспертиза проведена. Исполнительный судья все это проверил. У нас экспертиза подтвердила, что здесь неправильно ультрауклон сделан канализационный. И эта вся фекальная вода у нас выходит в дом. Компания «Стройка с комплект» должна была устранить данную проблему. Но по сей день результат равен нулю. Хотя решение суда было в пользу жителей. Однако даже это не помогло решить эту проблему. Замученные жители сами выкачивают воду. Вода из-под земли собирается на поверхности дороги и течет по всей улице. Тут и дети у нас бегают с этим запахом, все дышат. Канализация это самое проблемное. Для чего купить? Для того, чтобы жить отдельно. И вот природа вот этой вот дышать нормально, чтобы дети. А у нас получается наоборот. Стройка с комплект постоянно обещает, обещает. Никаких результатов нет. Нерадивые судебные исполнители утеряли и не передали. То есть человеческий пресловутый фактор вот этот сыграл. После того, как оно будет направлено, вне зависимости от этого, то есть будет уведомление направлено должнику и пеня будет, соответственно, тоже взыскиваться. В любом случае будет устранено. Решение суда будет исполнено. Как только восстановят потерянные документы, компания «Стройка с комплект» понесет наказание за то, что пошла против закона и обязана будет устранить проблему. Жезераб Драимова, Айдмир Жакан, Бахтер Роспанов, 1-й Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галдек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. В Караганде прошел международный форум «Технология промышленного освоения метана из пластов Карагандинского угольного бассейна». На конференции приняли участие Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев и представители иностранных компаний, таких как Россия, Китай, США, Испания. Форум состоялся в рамках реализации поручения главы государства Нурсултана Назарбаева по разведке и добыче метана из угольных пластов. В рамках стратегии «Казахстан-2050» в нашей стране решаются серьезные задачи по модернизации технологий в приоритетных секторах экономики, в том числе по изучению альтернативных вариантов газификации страны, что позволит создать в республике новую топливоэнергетическую отрасль. «Уверен, что сегодняшний форум будет способствовать успешной реализации этого проекта и позволит нам решать ряд глобальных задач. Караганда, вы знаете, не случайно выбрана местом проведения этого форума. По прогнозным данным, только минимальные ресурсы метанноугольных пластов нашего региона составляют порядка 900 миллиардов кубических метров. Это около 80% от всех запасов нашей страны. Здесь, в Карагандинском угольном бассейне, еще в советский период проводилась работа по разведке безопасной добычи метана». Главной целью столь масштабного форума является всестороннее рассмотрение ряда вопросов касательно промышленности, в том числе опыт применения законодательной базы зарубежных стран технологий по хранению, транспортировке, снижению метана из угольных пластов. «В Карагандинской области оператором реализации проекта по разведке добычи метана определена национальная компания СПК СРРК. В начале года мы получили два контракта, ведем работы по третьему, проводятся переговоры с потенциальными инвесторами, имеющими опыт в данной отрасли. «На сегодняшний день мы добились определенных успехов, и это стало возможным благодаря поддержке главы государства, правительства Республики Казахстан, Акимата Карагандинской области». О вопросах производства электроэнергии, также топлива для авто в Китае, рассказал представитель компании «Кинго Энерджи Групп» Чжу Шичан. «Первая особенность – образование углей в разные периоды, преобразование структур различных периодов, что обсловывало такую особенность размещения ресурсов метаноугольных пластов, как широкое развитие. Ресурсы метаноугольных пластов залегают во всех районах страны, за исключением Шанхай, провинции Фудзен, Гуандум и Тьвийского автономного района». Проведение международного форума даст новый импульс индустриально-инновационному развитию всей страны. По итогам конференции, несомненно, будут выработаны новые совместные действия, также взаимовыгодное сотрудничество между странами. Гульнур Жакен, Улжас Гопасов, Баксиар Успанов, Первый Карагандинский. Со 2 апреля 2014 года до 1 января 2015 года был объявлен мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса. В принципе, проверяться будут только те предприятия, у которых действительно высокая вероятность нарушения законодательства. Как влияет мораторий на противопожарную безопасность, разбирались на брифинге, который организовали представители Карагандинского управления по чрезвычайным ситуациям. Мораторий должен улучшить условия для ведения малого и среднего бизнеса. Но есть вероятность, что небрежное отношение к противопожарным условиям может привести к непредсказуемым последствиям. Тому есть масса примеров. Недавно горели на 45-м квартале сразу три предприятия, как раз относящиеся к категории малого и среднего бизнеса. Пожарники города предлагают не терять бдительность, а наоборот посвятить это время проверке противопожарного состояния своих организаций. Вы инициируете проверку, к нам обращаетесь официально. С целью обследования мы выделяем специалиста. Открывается проверка в органах правовой статистики по старому ЦПСИ. И на законных основаниях происходит обследование. Многие на сегодняшний день руководители обращаются, пользуются этим моментом. Инициированные самим предпринимателем проверки не несут карательного характера. Наоборот, они получают консультации, рекомендации и пакет документов, как можно устранить неполадки. Серьезного отношения к противопожарной безопасности никто не отменил. Наоборот, поправки, внесенные в административный кодекс, ужесточают ответственность за нарушение законов. Для физических лиц штраф составляет 3 месячных расчетных показателя. А должностные лица будут платить уже 25 МРП. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. ЕНТ позади проходят выпускные балы. А средние и высшие учебные заведения начинают борьбу за абитуриентов. Сегодня в гуманитарном колледже проводились дни открытых дверей для учащихся общепрозывательных школ и их родителей. Коллектив педагогов и студентов подготовили очень интересную и насыщенную программу для своих гостей. Экскурсии по колледжу, проведение мастер-классов, которые были показаны студентами учебного заведения. Карагандинский гуманитарный колледж, основанный в 1976 году и имеющий 38-летнюю историю, осуществляет подготовку педагогических кадров к последующим специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное воспитание и образование, иностранный язык, технология, казахский язык, литература, дизайн. Большое внимание уделяется специальностям, которые выпускаются организациям технического профессионального образования, рабочим специальностям, педагогическим, творческим специальностям. В этой связи каждый колледж в этом году впервые демонстрирует свою материально-техническую базу, свои возможности, своих педагогов, показывает те навыки, знания, которые учащиеся могут приобрести в процессе обучения. Сегодня вы находитесь в Карагандинском гуманитарном колледже. Этот колледж имеет за собой определенную историю. В областном музее изобразительного искусства проводятся выставки творческих работ преподавателей, студентов колледжа, которые высоко оцениваются известными искусствоведами и членами Союза художников Республики Казахстан, посетившими данные выставки. В колледже большое внимание уделяется духовному развитию молодежи. Этому свидетельствует проведение традиционных чтений. Я выпускница гуманитарного колледжа Карагандинского педагогического 1986 года. В выпускнице сейчас работаю в детском саду «Пимар». В нашем саду из выпускников этого колледжа работает 16 человек. Мы ощущаем до сих пор базу, подготовку хорошую. И на базе нашего детского сада проходит практику студенты этого колледжа. Востребованность и конкурентная способность выпускников колледжа подтверждается следующими данными. За последние три года трудоустроены по специальности 65% выпускников, продолжают обучение по специальности в вузах 15%. Большим достижением для коллектива колледжа стало успешное прохождение государственной аттестации. В июне этого года был проведен внешний аудит и колледж получил сертификат соответствия. В детском оздоровительном центре «Солнечный» состоялось торжественное открытие. В этом лагере отдыхают ребята из областного детского дома для детей с ограниченными возможностями в развитии. Детский областной центр «Солнечный» находится на балансе областного детского дома для детей с ограниченными возможностями в развитии. В 2005 году этот лагерь был с разрушенными корпусами и неухоженной территорией. Сотрудники своими силами начали частичное благоустройство лагеря. А в 2011 году Управление образования Карагандинской области выделило 73 миллиона тенге для капитального ремонта корпусов. В нашем лагере солнечное, ежегодно отдыхает около 250 детей. В этом году у нас отдыхают 245 детей. Лагерю уже 10 лет, как мы 10 лет отдыхаем в этом лагере. Дети очень любят проводить здесь время. Они за это время подрастают, набираются сил. В лагере проходит очень много мероприятий. Практически ежедневно мы проводим какие-то интересные мероприятия, не повторяющиеся из года в год. Ребята детского дома вновь выехали в свой любимый лагерь с отремонтированными корпусами. Воспитатели и работники для детей – родные люди. Здесь воспитанники никогда не скучают. Для них на каждый день расписана развлекательная программа. Управление по защите прав потребителей по Октябрьскому району проводится контроль за организацией летней оздоровительной кампании. Как в подготовительный период, так и в текущем надзоре. Детская оздоровительная организация «Лагерь солнечный» имеет заключение о соответствии данного объекта, требуемым санитарным нормам и правилам. Первую половину дня дети проводят в корпусах, в игровых комнатах, разукрашивают, играют в шашки, шахматы и делают подделки. После сончаса дети выходят на улицу и играют в подвижные игры. В лагере имеется три двухэтажных корпуса, в которых проживают дети. Также есть медицинский блок, клуб, уютная столовая. Управлением образования ведется работа по организации оздоровления, занятости и досуга детей в летний период по трем направлениям. Первое направление у нас оздоровительное, отдых детей и подростков. Второе направление – это занятости и досуга детей. Третье направление – это методическое и информационное сопровождение по организациям летней кампании. В этом году будет работать 14 загородных оздоровительных лагерей с охватом более 13 тысяч детей и подростков. Лариса Хусыинова, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Для ребят, которые на каникулы остались в городе, ведущие спортсмены шахтерской столицы проводят мастер-классы. Дело имеет обоюдную пользу. Ребята заняты во дворе, а тренеры подыскивают перспективных игроков. Но самое главное – ненавязчиво пропагандируется здоровый образ жизни. Каникулярная вольница заменена спортивными состязаниями и изучением способов работы с валаном. Вы все привыкли играть на улице, играть друг в друга, играть на пляже. Вот сейчас мы хотим вам показать, как играют ребята, которые уже занимаются спортом год-два, которые уже умеют по валанчику попадать. Мы хотим, чтобы вы посмотрели, чтобы вы научились и на улице выигрывали своих сверстников. Валан легкий, ракетка не тяжелая, но через 20 минут игры руки уже стремятся повиснуть вдоль тела. Мышцы начинают ныть. Но тот, кто переборит эти первые наработки от игры в бадминтон, никогда от него не откажется. В бадминтон можно играть где угодно, когда угодно и с кем угодно. Игра доступна всем, дает заряд бодрости и ощущения радости. В Казахстане бадминтон очень хорошо развит. Мы у нас в нашей школе, только в нашей школе, у нас пляда есть больших, хороших результатов. У нас около 20 мастеров спорта школа воспитала. Также у нас очень много кандидатов в мастера спорта. Бадминтон является олимпийским видом спорта. Эти ребята, возможно, олимпийцами и не станут. Но главное не в этом. Когда-то в дворах играли в лапту, в городки. Почему бы сегодня не начать перебрасывать валан, устраивать соревнования? Просто оживить дворовую жизнь. Это ведь не сложно. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Ернур Жумарт, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, приятных вам выходных. Аман Сауболмстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин